Вот уже как несколько месяцев жители Южного микрорайона отстаивают свое мнение о строительстве магазина напротив дома по проспекту Пионерской 7. Жители намерены бороться за право спокойно жить и не допустить строительства. Инициативная группа жителей Южного обратились с цисковым заявлением в суд. Было собрано более 500 подписей против того, чтобы на месте павильона Шамкир был построен двухэтажный магазин прям под окнами жилого дома. Но на этом они не остановились. 25 июля в день начала строительства неравнодушные жители вышли. С протестом на встречу к заместителю главы города Амурска. И зачем это нужно все вот эти вот стройки? Неужели места нет у нас? Сейчас киоски сносят, а у нас тут тряпают. Вот эти вот я бы, все вот эти вот киоски, вот пять штук у нас стоят, я бы их всех убрала. Абсолютно, потому что тряпки вот продают, в любом магазине можно купить. То, что вот это продают здесь, в любом магазине пойди купи. Вот, шаг-шагни в магазин, шаг-шагни в магазин, везде. Но они только нужны для ночи. Продают здесь спиртное, наркотуру, все. Приезжают машины. Это здесь как таксопарк, как таксопарк, как сама натуральный таксопарк. Крик, виск, музыка и все, больше ничего. Если откроешь форточку, откроешь окно, тебе смазь нельзя. И зачем это нам заведение? В первом этаже я живу в седьмом доме. Первый этаж, то есть у меня окна выходят вот на эти киоски. Вот на киоски выходили, а сейчас будут выходить на кирпичную стену 9 метров высотой. Вот где я живу. То есть это практически вот у меня сейчас будет под окнами. Разделяя обеспокоенность, жители депутата города Амурска высказали свое мнение. Глава городской администрации Рейский Борис Петрович, в общем-то, не выполнил своих обязательств, не отложил данные строительства до решения суда, как было предложено на совете депутатов. Несколько депутатов, человек 6-7, планируют сложить свои полномочия, потому что с такой администрацией мы не имеем смысла работать дальше. Надеюсь, что люди нас поймут. Пришли мы к такому выводу по поводу сложения наших полномочий, только потому что на последнем заседании советы депутатов. Когда был разбор полетов, так сказать, присутствующий глава нас заверил всех, что строительство будет отложено до решения суда. И таких уже немало случаев, когда нас просто будет за нос. Все наши усилия по поводу наведения порядка в городе, и вообще как-то, чтобы хоть как-то улучшить жизнь нашего народа, нашего населения, не приводят ни к чему. Он даже сегодня, мы ему звонили, он обещал сам приехать сегодня на встречу с поселением, но тем не менее он прислал за себя своего зама, который вообще, честно говоря, он и не отвечает за это направление, и как бы плавает. То, что он сейчас говорит, это просто пустота, это просто воздух погоняли, и на это все закончилось. Здесь идет полный вход на строительство, а строительство должно быть публичное слушание, как положено по закону, попросить, чтобы народ проголосовал за или против. Ну, сделали все. Архитектор ушла в отпуск, мэр ушел в отпуск. Строим, как хотим. Выслушав мнение жителей и депутатов, наш телеканал «Амурск» пригласил в студию представителя застройщика, где Андрей Долнаков прокомментировал, что же на самом деле будет построено на месте павильона. Учитывая все то, что происходит последние три месяца, я делаю выводы о том, что чиновники городской администрации, некоторые депутаты, ввели в заблуждение жителей данного района о том, что будет строиться шашлычное. И ни у кого не возникло даже желания поинтересоваться непосредственно у самого застройщика либо у организации, которая планирует арендовать данное помещение. Ну, еще раз уточняю, что с самого начала в планах была реконструкция магазина, и происходящее событие говорят о том, что даже на руках, еще не имея проекта, застройщик, проект только планировался, разрабатывался, а уже все говорили о том, что это будет строиться шашлычное, как питейное заведение. Также хочу уточнить, что согласно Городостроительного кодекса, статья 40 и статья 52, в рамках данной реконструкции, когда не превышаются предельно допустимые нормы, слушания, что касается и капитального строительства, и реконструкции, слушания не требуются. Это очень важный момент, как озвучил господин Поляков, в данном случае слушания совершенно не нужны. И разрешение на реконструкцию выдано полностью на законных основаниях, установленные в законном сроке, и соблюдены все регламенты. Проект на сегодняшний день есть. Более полугода шло оформление всей необходимой документации, согласно законодательства Российской Федерации. И 24 июля 2017 года было получено разрешение на реконструкцию, подписанное исполняющим обязанности главы города Амурска Кириллом Бобровым. Хотелось бы прокомментировать комментарии, мнения, и, опять же, введение своими словами в заблуждение жителей города, депутатов некоторых, которые, по всей видимости, тоже являются противниками данной реконструкции. И хочу озвучить следующее, что я как депутат сам присутствовал на том совете, о котором говорят, Зоя Михайловна, глава никаких обязательств о том, что не будет давать разрешение на строительство до какого-либо суда. То есть ничего подобного на данном совете не было. На этом совете депутаты должны были принимать изменения в ПЗЗ и изменения в градостроительном кодексе, которые произошли на федеральном уровне и транслировались на субъекты и впоследствии на муниципальное образование. Все. То есть о строительстве, именно по пеннирской системе, глава, по крайней мере, на этом совете депутатов никаких ни письменных, ни устных обязательств не давал. Потребительский рынок – это одна из составляющих поступлений в городской бюджет, но, к сожалению, депутаты об этом не задумываются. Они ссылаются, что якобы глава их каким-то образом обманывает, хотя здесь ничего подобного нет. Данный проект, связанный с расширением магазина, увеличением торговой площади, влечет за собой увеличение поступлений в бюджет городской более 600 тысяч. Это в совокупности ИНВД, налог на имущество и НДФЛ. Как пример, с такой торговой площадью магазин рассчитан на 4 сотрудника, а в новом формате это будет 12 человек минимум. Соответственно, поступление НДФЛ существенно увеличивается. НДФЛ у нас является основным источником налоговых доходов в бюджет. На улице Пионерской в скором времени будет построен магазин, аналогичный тому, что сейчас строится по проспекту строителей. Редактор субтитров А.Семкин